Мистер Зверь, уйдите с дороги! Здарова, трудяги! Пока отменяли Биста и увольняли его друзей, на смену одних пришли другие. Тот же Мак Хопкинс из участника перекочевал в члены команды. Но случайно ли это? Нет. Слушай внимательно, бро. Сегодня ты узнаешь, что один факт о новых участниках из команды Биста, а также тех, кто уже давно с ним. Но, к сожалению или счастью, эти факты ты забудешь уже через 30 минут. Поэтому подготовьте чайочек, печенечек и кофеечек, получай удовольствие. А мы начинаем. Тот самый новичок команды Мак Хопкинс. Малый родился 8 марта 2000 года. Свою карьеру на ютубе начал в 2023 году, запустив свой канал. Так думают многие. Но на самом деле нет. Слушай дальше. На канале, правда, всего два видео, но это не помешало ему набрать 400 тысяч подписоты. Складывается ощущение, что что-то тут не так. Мак признавался в одном видео, что любит кино, эффекты, спецэффекты и кинематограф в целом. Очень хочет увековечить себя в цифровом пространстве, чтобы потом показывать своим детишкам. Восхищается Илоном Маском. В 17 лет занял первое место в конкурсе видеомонтажа под названием Toyota Teen Drive 365 Video Challenge. Как пишет сама Toyota, первое место ребята заняли из 1300 отправленных роликов. Кстати, ребятишки тогда выиграли на двоих 15 тысяч баксов. Данный видосик до сих пор можно найти на канале Кирклин и Келен Видео. Мак отличный пловец и входил в тройку лучших каждый раз в каждых соревнованиях. Как ни странно, но Мак называет себя по-разному. Он несколько раз менял имя. И судя по общей статистике по плаванию, в 2016 начале он еще был Кирклин, а уже в конце 2016 стал Майки. А сейчас он называет себя Мак. Возможно, это просто псевдоним. Любит путешествовать в диких местах. А с 2019 года работал на конкурента мистера Биста. И пусть вас это не смущает. Надеюсь, вы не создавали себе иллюзий, что Мак это реально мужик с улицы. Нет, он давно в этой индустрии. Кстати, интересный факт. Однажды Мак прэнканул Биста, причем так мощно, что того забрали в полицейский участок. Потом подумал, что это может быть розыгрышем. Я подумал, что это слишком много ресурсов для розыгрыша. Мак занимался видеоэффектами в роликах, сценарием и много чем еще. В конечном итоге стал появляться в кадре на постоянной основе. В последний раз он принял участие в ролике, связанном с ИИ-девушкой. Мак признался, что совсем недавно расстался с девушкой, с которой до этого встречался достаточно много времени. Из интересного бывшая удалила все фото с Маком из соцсетей. Кажись, расстались не просто так. Ну давайте, напишите в комментах, а вы удаляли фотки с бывшими? Или те самые у тебя до сих пор хранятся в избранном? У мистера Биста Мак принимал участие с 2021 года. Первый ролик, в котором он был как участник, кто последний выйдет из круга, получит 500 тысяч баксов. А вот интересно то, что в начале ролика мы видим стоящего Мака, а в руке у него камера. Не значит ли это, что он подрабатывал у Биста еще и оператором? Нет, не значит. В этом ролике снимался Мак, а Мак был его правой рукой. Поэтому, во-первых, он его снимал. А в 2021 он специально выскочил из круга первым. Вряд ли он был там не просто для массовки. А как мы теперь знаем, мистер Бист действительно любитель понабрать своих знакомых для роликов. У мистера Биста на постоянной основе Мак появится только в 2024 году, а до этого он примет участие в трех соло состязаниях. И мой друг Мак попытается пройти. Предстоит пережить самый страшный момент в жизни. Где в двух проиграет печеньки, а в последнем все-таки заберет главный приз. Говорить о сценарности данных роликов мы, конечно же, не будем, но сыграл Мак там довольно правдоподобно, что и позволило закрепиться ему в команде. Ведь рейтинг доверия аудитории у него только растет. В девяти. Именно в стольки роликах принял участие Мак у мистера Биста. И пусть вас это не смущает. Но у того же Эрока эта цифра перевалила за сотню роликов, где принимал участие тот же самый Мак. Первый аккаунт в запрещенограмме у Мака взломали, ему пришлось под каждым постом писать об этом. А вот, кстати, так Мак выглядел в детстве. На ютуб канале Мака до его звездного часа красовались два ролика. 200 дней из моей жизни и 100 дней из моей жизни. К сожалению, доступ их разрешен только по ссылке. А еще, судя по этим роликам, Мак занимался незаконным проникновением на охраняемые объекты. Такие как башни, высотки и заброшки. Скорее всего, именно поэтому он их скрыл. Чтоб вы понимали, там видосы с крутейшим монтажом и динамикой. Ну и немножко голых поп. Но 50% хронометража это прыжки, паркур и проникновение. А раз он их скрыл, значит я показывать не имею права. А вот по данным Social Blade, Мак за две недели прошлого года набрал 300 тысяч подписчиков. Но нужно понимать, что его первый ролик прорекламил сам Эрик. Отсюда и такой хайп. Любимый персонаж Мака из мультиков это Ева из Балли. Мак очень плохо переносит одиночество. А также Мак на данный момент самый молодой участник из команды Биста. И не нужно, ребят, питать иллюзии. Мак не случайный игрок, а запланированный участник команды. Мистер Зверь, уйдите с дороги. Последний, кто присоединился к команде Биста. Ну ладно, я думаю, что этого достаточно про Мака. Думаю, будет еще вторая часть. И вы по-любому хотя бы раз, но видели этого дяденька в роликах Биста. В основном на канале с добрыми делами. Так вот, не спешите перематывать. Факты о нем заслуживают вашего внимания. Даррен, исполнительный директор Бист Филантропия. Ему 56 лет. Носит высокую обувь, чтобы казаться выше. Потому что его рост составляет чуть менее 175 сантиметров. До Бист Филантропия и появлялся в двух роликах. Я взял всех собак из приюта и я купил все в магазинах. Даррен заядлый парашютист. На его счету более 100 прыжков. Совместно с Бистом, Даррен вначале вписал в треугольник кучу еды. А затем раздал около 50 тысяч печенек нуждающимся. По словам кассира, ты потратил 25 тысяч долларов. Я дал тебе огромный треугольник. И ты потратил всего 25 тысяч. С 2002 года им основана организация по спасению животных. Хотя в то время он занимался еще и строительством. Это не помешало Даррену делать добрые дела. А вот самое интересное, что в 2012 году он продал фирму. Потому что это не приносило ему удовольствия. То есть дядька реально выбрал быть счастливым, а не бабки. Надеюсь вы поняли, что он продал строительную фирму. А не ту, которая занималась спасением животных. Как говорит сам Даррен, личной жизни у него попросту нет. Он полностью посвящает себя работе. Как ни странно, он жертвует всю свою зарплату, получаемую от Биста, туда же в Бистфилантропию и другие благотворительные организации. Оставляя себе небольшие суммы на покушать и на животных. Кстати, у него 5 кошек. Удивительно, но Даррен родился в ЮАР, это Южная Африка. У Даррена было ожирение, но он взялся за себя и к 50 годам стал атлетичнее и сильнее. Сейчас снова подзапустился. Ох уж эти качели жирком. Пацаны и дамы, вы уже успели поднабрать к зиме? Даррен даже отсидел в тюрьме, правда на канале у мистера Биста. Он психопат. Я не мог уснуть прошлой ночью, а просыпаться ради этого не стоило. Даррену важно донести до как можно большего числа людей, что помогать это хорошо. И чем вируснее станет доброта, тем лучше будет на планете. Только поэтому он и пошел работать на мистера Биста. Бист поверил в Даррена, хоть тот и доказывал Джимми, что без опыта и не сможет делать то, чем занимается сейчас. Сам Даррен при первой встрече с Бистом вообще не знал, кто он такой. А первая мысль была, мистер Бист, черт возьми, какое же это глупое имя. Как заявляет сам Даррен, у них получается с командой кормить примерно 600 человек в месяц. Это примерно 20 человек в день. Также с Дарреном в паре работает Дэн. Это оператор, постановщик и монтажер, режиссер и в общем много чего еще. С канала Бист Филантропия. Но нельзя его недооценивать. У парня есть свой ютуб канал на 800 тысяч подписчиков. И был он приглашен режиссером на основной канал Джимми. И всем прочим в этом роде. Окей, по сути только что произошло то, что Джимми предложил мне стать режиссером фильма. Именно он снимал парней в заснеженных горах. И именно он рассказал, что для съемок этого видео потребовалось 2 миллиона баксов и также 37 камер и 3 квадрокоптера. Ну и интересный факт. Джимми обожает настолки. Об этом тоже поведал нам Дан. Сейчас 2 часа 30 минут ночи, а я не могу найти Джимми. 4. Я умираю, но настольные игры это слишком весело. Ну что бедолаги, пора поговорить про старичков. Аккуратненько, по 10 фактов о каждом. Понеслась. Ну что ребятки, где ваша седина? Вы не представляете, но Чендлер уже принял участие в 56 роликах на канале Мистер Бист. Батя, брат и вообще вся семья Чендлера появлялась на канале Биста. Причем батя Чена не сильно верил в него, призывая взять его вместо сына. В июне 23 года Чендлер создал свой ютуб канал, посвященный Гольфу. А вот ранее Чен встречался с родной сеструхой жены Криса. Ну что-то пошло не туда. Любимые сериалы Чендлера это Игра престолов и Друзья. Чендлер в последнее время ушел в религию, записывает шортсы, как читает Библию. Я собираюсь рассказать о своем свидетельстве о том, как у меня завязались отношения с Богом. Итак, во-первых, я вырос в христианской семье, и мои родители были христианами. В команде Биста он уже 6 лет, а кажется, будто только вчера пришел. Самый цитируемый персонаж из команды Мистера Биста в комментах. Заявлял, что не может, так сказать, писать, когда на него смотрят. Играл за университетскую команду, фиг знает по какому виду спорта. Си-ю-ха. Если найдете, напишите в комментариях. Мало кто знает, но у Чена есть свой мерч. А также однажды он вложился в NFT и, конечно же, прогорел. Карл Джейкобс учился в колледже на продюсера видео, но бросил учебу за 5 недель до получения диплома, из-за того, что Бист позвал его сниматься в команде. Карл играет в Майнкрафт 2012 года. Вот это я понимаю, наш слоняра. Тот же Карл тоже привел свою семью на съемки. Например, его брат Шон выиграл видео, я дал людям лям долларов, но только на одну минуту. Это мой брат. А сам Шон принял участие аж в 4 роликах Джимми. Шона, кстати, называют Джимми Джейкобсом, намекая на то, что он похож на Биста, но нет, по-моему, вообще совсем нет. Мне все это нужно! Я не знаю, почему Шон перепрыгнул через эту стойку, но знаете, иногда Шон перебарщивал. Карл не обделил свою сестру Кори после победы в конкурсе. Он перевел деньги сестренке, целых 100 тысяч долларов. Кстати, Кори стримила на Твич под ником Кори Герли, но сейчас акт заброшен. Интересный факт, батя Карла, Томас Джейкобс, в прошлом актер. С мамой Карла он в разводе, судя по некоторым данным. Но я бы не стал этому верить. Некоторые вообще предполагают, что вся семья Карла это актеры, нанятые Джимми, чтобы показать идеальную картинку. Почти в каждом ролике, где есть Нолан, можно услышать колкости в сторону его мамы. У Нолана есть свой канал на Ютубе, а вот первое появление Нолана в кадре обернулось для него трагедией. Почти каждый комментарий был с издевкой о его скучности. Единственный из команды Биста, кто не подвергался хейту из-за каких-либо факторов вне канала Мистера Биста. Крис, Викинг, сам Джимми, да даже Чендлер, всех их прикатывали за все подряд. Но не Нолана. Скорил я это или нет, но Бист выловил Тарика после выступления в стендап-клубе и предложил ему работу. И даже успел отснять пару роликов с ним. Но в какой-то момент Тарик выбрал работу в больнице и уволился из команды Биста. А потом случилось это. Йоу, я чертовски ненавижу работать в больнице. Чтоб вы понимали, у Джимми есть традиция. В команде всегда должно быть не менее пяти дополнительных персонажей. С уходом одного всегда приходит кто-то другой. Джимми и почти вся его команда участвовала в медиа-матче по футболу, где Тарик даже умудрился забить гол. Не очень веселый факт, но почти каждый, кто ушел из команды Мистера Биста, засирает его в своих соцсетях. Ссылаясь на нечеловеческие условия труда и просто на плохое к ним отношение. Хорошо, а че вы тогда молчите, когда находитесь в команде? И почему тогда другие терпят? Сами по-любому накосячили. А теперь иноют. Тай, Крис, Маркус, Гаррет, Викинг, Джейк, Итан Шривер, Тайлер и многие другие ушли из команды Мистера Биста. Выходит, около 10 человек за все время были уволены. И это только медийка. Не представляю, какая текучка кадров у него за кадром. В общем и целом, как бы Мистера Биста не старались отменить, как бы его не пытались принизить, усатый филантроп стоит на своем. И из-за разоблачения в сети, скорее всего, выйдет победителем. Мое мнение, вряд ли его что-то может остановить, только если его посадят в тюрьму. В общем, на самом деле, ребят, на сегодня все. Не забывайте ставить пальцы вверх. И, конечно же, всем счастья.